поэтому я тут немножко зазвездился хотя бы участок между проспектом социалистическим и ленинским просто создан чтобы быть пешеходным в центре будут историческом появляться вот подобные здания как мы видим из окна городская администрация должна в принципе этим к бы озаботиться ну негде строить вот остался только речной вокзал да нет конечно градостроительный совет может сопротивляться этому зачем всем поэтому павловскому несчастному сюда кучи ехать с утра и вечером возвращать оформил правильно и 100 этажей правильно это бизнес то есть есть дорога причем основная одна из главных да и она никак не обустроена вообще ищем заказчика давайте давайте crazy мы вообще мы попробуем реализовать мое почтение я александр михельсон очередная переговорка на amig.ru и сегодня никакого коронавируса у нас не будет наконец-то недавно у нас был виталий гасаев это из этой же серии какие-то ну позитивные программы должны быть и сегодня у меня в гостях александр деринг александр федорович деринг почетный как мы выяснили а не заслуженный архитектор российской федерации член градостроительного совета города барнаула и еще вы входите в общественную палату алтайского края насколько я знаю ну то есть чек с регалиями но главное его регалия и мой интерес к нему это конечно же его архитектурный талант потому что как мне сказали один из лучших архитекторов города ну или или сибири и дальнего востока вы так как себя оцениваете не знаю наверное мне наверное внешне виднее но я нет я скромный человек ну правда последние в этом году недавно совсем мы получили наконец золотой диплом фестиваля зодчества сибири наш проект был по достоинству оценен поэтому я тут немножко зазвездился но это же здорово тогда вопрос чтобы прояснить я не думаю что все вот узнали тут же александра делинга а вот какое-то ваше здание ваш проект который вы можете сказать вот вот это я мне все мои проекты нравятся это мои дети тема и дети но тем не менее конечно есть из те которые на мой взгляд получились мне кажется по красноармейскому вот два бизнес-центра идеала идеал первый второй вот сейчас наверное наконец-то может быть мы завершим этот ансамбль целиком полностью вот там еще одно здание между ними еще одно здание планируется но вот кстати тоже гостиница алтай успешно удивительно просто конечно это памяти культурного следия 50-х годов и вот такая советская классика как мы называем впервые вообще это уникальный случай была именно классически отреставрирована мы вернули городу первоначальные фасады цветовое решение внутри совместно с коллегами с дизайнерами сделали очень хорошие интерьеры вот в общем тоже объект которым но можно говорить о том что это вот мы делали какое-то из зданий чтобы тоже понять ваше ваше видение какое здание вы в городе барнауле можете назвать вот самым красивым но мы категорично вот сам вот я я наверное не назову это какое-то может быть одно скажу о моем любимом ансамбле в городе это участок ленинского проспекта от площади октября до площади советов вот этот уникальный сложившийся ансамбль застройки 50-х годов классической он удивительно гармоничный очень человечный и место которое вот каким-то образом притягивает несмотря то что там транспорт конечно с ленинский проспект вот сейчас загружен но это место очень притягательное оно каким-то магнетическим свойством обладает видимо просто из-за того что оно было с любовью спроектированных с любовью к деталям и очень хотелось бы чтобы этот ансамбль не не разрушился со временем как многое вообще разрушается к сожалению кулишку начали говорить о разрушении ну и в общем-то центре города историческом следующий вопрос это как раз вот проблема исторических зданий их сноса или наоборот их там попытки реставрировать потому что мы сейчас сталкиваемся ну я имею ввиду жителей города постоянно с информацией что то или иное здание пытаются снести там под разными предлогами у нас например вот пересечение партизанской соц да там убрали здание причем там на одном пятаке два больших здания будут строить вот как вообще если вообще какой-то вот снова вас буду спрашивать о каком-то топ условно 5 или 10 какие-то здания исторические которые ну вот по вашему трогать категорично нельзя есть сохранившийся тоже опять же уникальность совершенно 200 лет сохранившиеся наши памятники культурного наследия это прежде всего конечно бронавульский северополовильный завод ансамбль который скрыт от конечно большинства вас людей горожан потому что он находится внутри за заборами это спичка наша да вот это это то место откуда начинался город он собственно благодаря этому и плотине город появился это конечно ансамбль димитровской площади который нуждается как раз тоже в реставрации реновации потому что она уже начинает превращаться в рощу из-за высоких деревьев хотя это классическая площадь как марсово поле в питере это и ансамбль и улица ползунова конечно и улица льва толстого дальше которые 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 мы сейчас очень сильно печемся и и сделать все-таки пешеходный пешеходные вы имеете ввиду на вылет полностью что ну вообще в идее да но хотя бы участок между проспектом социалистическим и ленинским этот участок и он просто создан чтобы быть пешеходным там как раз двух сторон прекрасные фасады дух места сохранилась его история прекрасные дворы которые сейчас должны быть должны осваиваться даже реставрироваться вы знаете очень интересный первый опыт ясной поляны ресторана который появился он как раз показал как можно использовать такие дворы вот это такая очень привлекательная застройка пока недооцененная до конца вот мы попытались час ее раскрыть мы делали проект большой купеческий квартал по сути наверно может сказать бизнес-проект вот и очень надеемся что пешеходная зона она как-то с эффектом синергии вместе с тур кластером проектом как-то это все оживит и реанимирует а это все есть в генплане городском он же менялся несколько раз за последний ну слава богу сейчас в последнем генплане и там обозначена историческая зона и сейчас слава богу разработан проект зон охраны на большую часть исторической зоны теперь у нас есть регламент как в ней работать что ног если мы что-то проектировали внутри новое строительство то теперь понятно какими должно быть до вот момента появления наконец вот этого проекта зон охраны именно всей исторической зоны существовали так называемые зон защитные зоны они до 300 метров были и по сути они конечно парализовывали всякое любое новое строительство если даже есть какие-то совершенно развалившиеся здания да конечно мы же не говорим что абсолютно все нужно сохранять вплоть до совершенно сгнивших там и каких-то там домов без лица условно говоря да вот сейчас есть регламент если допустим застройщик присмотрел участок да какой-то вот то он первую очередь конечно теперь должен обратиться в наши органы алтай охран культура который занимается этим ему предоставит как раз регламент покажут что здесь можно сделать какой высоты предельный вот какая какие должны быть параметры у этого здания и собственно будет принимать решение и устроит это его с точки зрения там бизнеса квадратных метров потому что считают уже что-то расселить нужно что-то снести что что конечно в счете сколько это получится да какая у меня тут выгода вот сейчас это можно в принципе просчитывать я думаю что сейчас такое я сам это наблюдаю некое оживление на как раз рынке связанным с рынок девелоперов development который сейчас начинает заниматься активно вот как раз исторической частью города потому что появились правила игры чем это нам грозит нам опять же горожанам то есть в центре будут историческом появляться вот подобные здания как мы видим из окна дело в том что но дело в том что есть такая проблема вообще в целом проблема у нас отсутствует то что мы называем дизайн-кодом улиц о чем я говорю ну скажем есть у нас три улицы это скажем проспект ленина красноармейский и павловский тракт они по сути дела являются таким основой каркаса города то есть и красноармейский да по которому один звезд с южного да у нас ленинский естественно и павловский потому что он соединяет павловское историческое историческое поселение да с барнаулом и удивительно на эти три улицы у нас нет по сути дело никакого никакого регламента по застройке ну то есть нет на него дизайн-кода то есть где есть осмысленно разработаны скажем профили улиц благоустройства да с возможными там велосипедными дорожками зеленью то есть вот вот этого регламента вот этого проекта на эти три крупных магистрали их нет а разве вот в том самом генеральном плане этого нет таких вещей нигде не разрабатывает генплан это такой технический документ то есть к дизайну эстетики это не имеет нет он не имеет отношения и поэтому вот очень важно как раз сопровождать генплан вот такими отдельными проектами а их нет а их нет к сожалению отсутствует стратегия стратегический мастер-план от кого это другое это зависит конечно от самой власти собственно говоря потому что сам город должен городская администрация должна в принципе этим как бы озаботиться поэтому вот этот процесс который сейчас идет такой спорадический он не организованный а если бы были разработаны дизайн-коды то ну понятно и то есть в результате мы видим вот нас настолько разношерстную архитектуру да хорошо я хочу вернуться чуть-чуть назад и задать вам вопрос по поводу конкретного совершенно здания которым сейчас много довольно в прессе говорится это здание ну теперь уже наверно бывшего речного вокзала которое тоже вроде как планируют сносить и опять-таки строить там очередную многоэтажку насколько вообще по вашему это уместно достаточно острая тема она в общем дискуссионная и даже я скажу что в среде профессионалов у нас архитекторов есть бы тут разные мнения ну скажем мое личное персональное мнение что там не должно быть никаких высоток никаких крупных вещей почему потому что это как раз в единственная возможность с главной магистрали ленинского проспекта выйти на реку то есть вот визуально он горизонт визуально он не должен переговор да перерываться вот какой-то там высотой тем более что если поставим пластину вы понимаете она она будет все время темная потому что это северный фасад потому что в этой части он будет обращен как раз к северу это будет какой-то черный темный обелиск стоять который просто на которой будет фокусироваться ленинский проспект ну хорошо ли это я не будучи архитектором я даже вот так вот чек на на меня нормальное воображение по геометрии пятерка была вот я просто так закрываю глаза и понимаешь это будет нечто ужасно если там еще высокое здание будет тем более там появляется некий ансамбль уже вот благодаря нагорному парку и сейчас там нагородить еще многоэтажек но и вот связи с этим вопросом вот ответьте мне я ни у кого добиться не могу а неужели негде строить вот говорят сейчас что там можно разрабатывать ковшут в ту сторону уходить там же ведь много места в чем там проблема почему не там то стройка нет просто 10 не в том дело что тут уже вот эти вот ну негде строить вот остался только речной вокзал да нет конечно места есть просто что-то там дороже конечно же где-то нужно будет сносить да действительно где-то можно расселять ведь у нас поток вот ждет реновации как московской да и только инвесторов нужно найти нет просто но есть некий объект коммерческий недвижимость которая то есть просто он дешевле его выкупить чем расселить там несколько ну конечно конечно поэтому вот до сих пор это просто вот так вот и бесит как сопротивляться этому ваш я считаю как горожане на этому нужно сопротивляться потому что ведь вот эти свечки так называемые высотки в центре города их больше 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 машин больше 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 у нас разговоры когда мы начинаем говорить про город про среду разговоры все сводятся к тому что скоро вообще невозможно будет ездить по барнаулу и как вот быть вот ваш градостроительный совет может сопротивляться этому не может он может рекомендовать знаете градостроительный совет его статус это рекомендательный орган если заказчика юридически все правильно сделал оформил но нет никаких то будет обилиза никаких до рычагов воздействия нет хорошо а рычаги то у кого есть кто может сопротивляться рычаги рычаги администрация очень сложная она находится под давлением естественно обстоятельства этих я сам участвую я что ли участник этого строительного большого процесса и архитектор поэтому я проектировщик поэтому я тоже конечно мне тоже большой соблазн да вот взять спроектировать какое-то огромное здание сказать что я получу за эту кучу денег ну нет наш рынок сейчас очень недорогой архитектурный я думаю что здесь должен быть какой-то все равно общий консенсус граждан и понятно что сейчас в этой в этой ситуации сложно да к видам и прочее и вроде как людям вообще не до этого не до высокого но вы знаете просто как пример да сейчас мы занимаемся парком изумрудным вот его первая очередь реализации всем все просто восторге потому что никогда еще парки так радикально не преображались мы реально можем получить лучший парк в городе безусловно сейчас уже таким становится и это это как раз пример соучастия и консенсуса разных и политических и экспертных мнений прочее сошлись где нашли консенсус нашли общее понимание как это может быть но ведь это может распространяться и на другие сферы скажем на на ту же архитектуру могли бы развиваться еще и под центры некий то есть не все обязательно все в центр ехать да у нас куча микрорайонов новых появляется почему там не сделать какой-то некий центр жилого района нового тем более с транспортом тяжело очень зачем всем по этому павловскому несчастному сюда кучи ехать с утра и вечером возвращаться это один из ключевых вопросов трафика конечно трафик можно изменить а изменить его можно тем что децентрализировать децентрализовать город и часть функции даже и административных общественных перенести в новые микрорайоны но это как-то обсуждается в том же генплане нет я я я высказываю постоянно какие-то вот эти мнения тоже свои это мое личное мнение но я у я упёрт упёртый такой у постоянно говоря о том что нужно городу нужен стратегический мастер-план нужны стратегии и под эти стратегии должен формироваться уже генплан ну что сейчас так скажем строительная отрасль она но она сама в себе то есть это просто некая такая экономика новая да вы пытаетесь тактично говорить то есть урвал участочек оформил правильно и сто этажей правильно я понимаю это бизнес это бизнес вот где эта грань между эстетикой и бизнесом то то есть ну вот у нас есть великолепное здание в таких по моему в жирнейших кавычках это galaxy у нас построили вот часть этого здания похожа на огромный какой-то ангар ларёк там вот эти еще въезды есть это самый центр города ну это ж кто-то кто-то разрешил построить хотя бы ну как то бы чем там лепнин это не я бы не сказал что galaxy это вообще не скажу что это голос galaxy между прочим это один из самых посещаемых сейчас торговых центров я про внешний внешний вид но там вопросы были сложные приспособления сколько я знаю потому что я знаком с коллегой который проектировал мне кажется дальше это будет как-то развиваться на мой взгляд вот а лепнина появится но лепнина не появится но может быть будет какие-то трансформации со временем ну вот как у нас сейчас европа до торговый центр по сути дела она заменяет собой некое общественное пространство да люди ходят не просто даже покупать они ходят просто гулять внутри galaxy как раз предоставляет такую возможность ребята мы вам сделали огромные такие пространства коридоры там даже кстати очень интересно что galaxy впервые наверное в городе в таком формате создали такое в центре общественное пространство в котором они отдают под какие-то мероприятия я-то говорю не про это то что galaxy внутри шикарен и вообще вопросов нет но когда они сделали вот эту вот часть ангарную я мне в первый раз в городе барнауле показалось что я в новосибирске потому что вот новосибирск это серость индустриальная в него въезжаешь вот эти вот идут унылые ангары ангара ангары и когда они делали мне казалось что наверное но это как-то вот как-то что-то приукраситься а потом это осталось такая архитектура компромисса я бы так назвал ее в термин красиво туры компромисса но если такая архитектура ну что тут откройте тайну спичку то снесут такие или нет спичку конечно несут во первых это комплекс памятника федерального значения он находится под контролем не просто местного у нас есть местные региональные и федеральные их немного совсем в городе и в крае вот спичка является как раз одним из таких поэтому никто никогда в жизни естественно сносить не не собирался не собирался не собирался когда-нибудь а это были разговоры были какие-то разговоры ну просто это просто по недоумению или просто по незнанию предмета на самого никто конечно бы и не снес сейчас там идут начались медленно это сложно дорого тяжело работы по по обследованию и я надеюсь что к через десять лет все таки нас будет 300 лет барнаула это наверное главная площадка будет для проведения мероприятий торжеств городских а тогда еще хотел спросить про несколько проектов которые ну то ли в замороженном виде ну вот из первоисточника ну например обской бульвар так называемый который тоже то обсуждается потом затихает обсуждение и сейчас она возникла вновь с информацией о якобы строительстве здания в районе опять-таки жилого высотного здания в районе мускомедии да ну вот к сожалению судьба обского бульвара она такая вот такая совсем прямо непростая в двух словах напомните не просто речь что такое бульвар до обской бульвар это такая широкая спланада которая соединяет центр города его главную площадь советов с акватории оби такая давняя мечта градостроительная очень многих поколений да вот пробиться туда все-таки выйти к реке а пробиться через что вы что-то не добиться через частный сектор конечно безусловно потому что всему мешает что расселить такое количество вот этого частного сектора это достаточно дорого и если сейчас будет постепенно вот как раз уплотняться в этот застройка может быть это будет в рамках как конечно для концепции застраивать ну то есть скупили несколько там частных домов да и поставили какое-то здание вот очень важно чтобы не не упустить вот это вот не хаотично не хаотично да и конечно когда есть такой некий градостроительный документ проще застройщикам сразу же их направлять причем эти эти планы должны быть публичными безусловно то есть люди должны видеть это у нас есть сайт города официальный да вот такой барнолорг все но мне кажется не хватает немного вот этой вот живости и доступности открытости вот этого сайта может быть им сделать еще один специально где вот как раз людям простым языком до простыми схемами инфографикой такой показывать что мы есть до куда мы двигаемся есть еще какие-то проекты интересные архитектурные которые обсуждаются может быть в вашей среде и которые вы бы считали стоит реализовать нужно сделать вообще провести архитектурные конкурсы как раз вот на вот эти вот основные магистрали на то что я говорил дизайн-код да такой своеобразный пересмотреть профиль улиц но павловский тракт на нем нет пешеходной инфраструктуры вообще практически павловский тракт это деревня практически да поэтому но как как так можно то есть есть дорога причем основная одна из главных да и она никак не обустроена вообще поэтому точно так же как и красноармейский да и ленинский требует тоже проработки поэтому хорошо но это глобальные такие проекта вот еще какие-то менее может быть глобальные но вы бы считали что вот особенно опять интересует исторический цвет ну вот я на мой взгляд вот этот зона ковша так называемая вот пробивка до селева толстого который выходит к электростанции как раз вот к этой замечательной совершенно там ведь образуется такое своеобразное место где тоже есть выход достаточно удобный выход на на акваторию на на воду и мне кажется вот этот рекреационный фактор его нужно на него нужно сделать больше упор то есть не просто поставить туда очередные человейники да вот эти какие-то высотки пластины все человеке некий да мы сейчас их называем человек терпит но это сделать все-таки с человеческим лицом во-первых элемент гуманизма какой-то привнести а не просто поставить да вот это 20 этажку или 25 этажку и все и набить его туда людьми но люди не то да заселит но они поначал где же где же мы поселились то что тут вокруг а круто вообще ничего тут что-то вообще хаос какой-то а там есть прекрасная возможность ту же электростанцию приспособить сделать таким культурным центром отреставрировать этого же забрали очень интересно конечно конечно вообще прекрасно здесь же есть гмилика гмилика заживет новой жизнью музей потому что он он это не будет тупиковая часть вот и здесь конечно возникнет вопрос о улице промышленной которая идет вдоль берега вот она по генплану то вообще такая транспортная серьезная вот вообще транспортники которые в политехническом наши ученые так скажем транспортники что она совершенно бесполезно не нужна она там там есть конечно здание красивого элеватора ну я считаю он красиво я считаю он это наш я его назвал замком наш барнаульский замок такой потому что вон со стороны ковша он выглядит как такой грандиозное красивое такое там есть такие подобие итальянским капеллам такие высотные объемы но это не расстрелились ну это не расстрелились строили это строили тридцатые годы но но не без признаков стилевых он где-то наверное в стиле арт-деко удивительные вещи говорите уж элеватор в таком я заподозрить никак не мог но не будучи элеватор это он если его вот сейчас новые собственники я надеюсь они его подремонтируют придут в порядок всю территорию так всяк случай говорили я думаю что это тоже одна из таких достопримечательностей города но там же был клуб мельница раньше да 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 то есть там культа очаг культуры конечно сейчас там можно делать медовую площадку наверху если его в оборот города ввести да хотя это промышленность равно она ставится предприятие но можно его интегрировать социализировать немного вот с этим такие планы есть или это ваши предположения наши планы мои предположения и и той группы экспертов и которыми занимались как раз вот сейчас на же образа сейчас появился центр прикладной урбанистики барнауле как раз это одна из задач вот сейчас прорабатывать такие какие-то интересные возможные участки развития том числе исторической части города может быть архитектура какого-то города или может быть какое-то конкретное архитектурное сооружение но здесь выскакиваем за географию барнаула вообще в мире которые бы вы сказали вот это вот вот да это идеал это мощь слова этого так много в мире скатри скажите это я даже не знаю вообще мне нравится столица образе ли город бразилия как он сформирован как построен это такой чистый идеал очень красивая архитектура я тут говорю крупная даже не говорю про отдельные как бы просто строение ну да заграда фамилия да хотя хотя бы знаете очень интересно я недавно читал что в какой-то некой среде гаудеи считают ну это таки кич в архитектуре так задумаешься ну может быть но ведь это же чертовски интересно но она привлекает кучу людей взглядов я почему я вспомнил у нас в городе нет какого-то вот такого здания вот там не знаю в праге есть этот кривой да 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 еще что а у нас вот вы же дворцы как вы сделаете что-нибудь такое что можно будет сказать о это барнаула если будет заказчик с такими crazy такой сумасшедшими заказом ищем заказчика давайте давайте crazy мы вообще мы попробуем реализовать его там ясно ну и заключительный уже обещаю вопрос кто строил пирамиды в египте инопланетяне могли люди это построить ох это сложный вопрос а я вообще такой человек я думаю что не без влияния внешних факторов то есть что-то было что-то я им подсказывала им подсказал потому что там такие бы такие вещи есть которые я не знаю на тот момент наверное таких инструментов таких механизмов просто не было да можно было какие-то блоки перетаскивать там то на каких-то там делах но но обработаны абсолютно идеально в каменолобнях такие блоки которые я видел до фотографии и видео мне казалось что это это наверное нереально то есть так сделать это невозможно поэтому спасибо вам за интервью я вам желаю чтобы crazy заказчик большими деньгами нашелся и у нас барнауле появился действительно какой-то архитектурный арт-объект вами спроектируем спасибо спасибо спасибо